всем привет без понятия как мне видно обещали в айфоне 7 на 60 или 40 процентов более лучшую съемку в темных условиях и в итоге я пришел домой и решил сделать видео именно на эту камеру потому что все-таки камера iphone из 7 она слишком высока по качеству да это не для моего канала я не всегда слежу за качеством вы знаете и я впоследствии просто не смог бы держать эту высокую планку поэтому но топик данного видео довольно-таки жесткое название и постараюсь держать все видео в данном ключе так уж получилось что вот и возможно из-за моих покупок определенных вещей велосипедов одежды или чего-то там техники такие мнения бытуют в комментариях о том что вот это понт там это нахрена такое дорогое и тогда то есть я бы эти мнения обобщил в общую категорию мнений неудачников здесь абсолютно прямо нужно сказать ну и объяснить чтобы не совсем так нечестно получилось то есть что ты думаешь когда мимо тебя проносится велосипед там велосипедист на s-works если у тебя вообще такие есть городе стоишь на светофоре а тут останавливается м6 ну навряд ли м6 потому что он низкий совсем и если у тебя в городе и на шоссеньке даже нельзя проехать то м6 наверно тоже будет сложновато ну давайте x6 м вот останавливается весь такой навороченный рычащий что ты думаешь вот первая мысль ты думаешь вот мудак наворовал или там не знаю я бы тоже ездил бы на таком если бы были бы связи ты там завидуешь оскорбляешь в мыслях владельца этой машины или ты думаешь больше интересно вот как бы я себе не могу позволить даже того то вот а как человек пришел к такому определенно успеху с материальной точки зрения очевидно что это успех как человек может себе позволить обеспечивать инспекцию там или тот банальный бензин каждый месяц то есть как вообще можно в локально в масштабах моего города прийти к такому и нужно ли это мне и что я могу из себя для себя применить к своей ситуации либо ты думаешь каким-то саморазрушающими тебя мыслями пустыми совершенно мыслями того человека который не ценит свое же время то есть мыслями неудачника грубо говоря да то есть так оно и есть либо ты думаешь продуктивно я бывает частенько просматриваю видео по тем же машинам то есть самые дорогущие варианты там и мне просто интересно что вот на данный момент шпигуют в top of the top creme de la creme что там вообще есть из технологий что могу применить я в своей жизни нужно ли это мне вообще нас городе ездят такие агрегаты как джип от ягуар недавно появились у нас они уже давно ездят возможно зрителям москвы это все не в новинку но как бы у нас город сто тысяч населения и такие агрегаты у нас имеется все есть все амг недавно видел джип от мазерати и я не думал о том что вот гандон там нет я как бы думаю джип я смотрел тесты как бы на него он там пробирается через всякую грязюку окей но можно то же самое если даже не лучше осуществить там с каким-нибудь древним за 45 тысяч евро гран чироки я вообще не завидую этому человеку это самое не целеустремленное использование ресурсов своих же денег и тем более ресурсов земли мы меняемся да мы хорошо что если мы меняемся в лучшую сторону мы развиваемся и раньше тоже смотрел на все эти рычалки как бы я мог себе позволить эту m5 как бы ну не содержать ее но купить я мог себе позволить то есть купил бы м5 вышел с утреца перед работой сел нажал выключил двигатель и на работу на велосипеде вот это я мог себе позволить но как бы смысла в этом раньше я действительно завидовал то есть этому делу всего то есть то что люди гоняют на таких вот тачках там желал себе такую же но вот так вот смотришь смотришь люди покупают дизеля дизель за 60 80 100 тысяч евро сейчас в 2017 году когда известно да что вот особенно в германии плотность осцилений такая высокая и машин так много что мы не проходим по нормам люди покупают дизель хотя заправок электро огромное количество хотя тесла это 100 тысяч евро позволь попробуй себе тесла p100d по моему самое быстрое 2 и сколько там 6 или 8 секунд то есть ferrari отдыхает м6 отдыхает но почему-то вот люди покупают делают согласно моей актуальной степени раз за развитие делают нерациональные совершенно решение поэтому что тут завидовать и это как бы это не просто мысль которая у тебя приходит на остановке на светофоре а это процесс развития улучшения самого себя да то есть либо ты мыслишь как неудачник да нахрена тебе это там велосипед да это не велосипед даже там мотор там крутить не надо не там надо крутить но эта тема другая разберись я как бы сделал очень много видео по электро велосипедам объяснил что к чему по моему довольно таки подробно могу сделать еще задавая вопросы конкретные тогда мне станет легче сделать ответное видео которое удовлетворит именно твои информационные нужды но нет люди пишут выражают какое-то недопонимание выражаются выражают свои деструктивные мысли которые никому а самое главное им самим не помогут да и опять-таки что можно выудить из вот таких покупок например я показал руль который стоит 479 евро то есть мне интересно интересно была эта покупка потому что определенная новая область дропы пошире сверху по лужу аэродинамичная позиция которая будет определенно мотивировать меня больше принимать аэродинамичную позицию на велосипеде тем сам становиться быстрее и будет мотивировать меня развивать функциональность тела то есть заниматься еще больше растяжка йога и всем остальным это как бы моя мотивация но нужно ли покупать такой руль вот вы можете посмотреть мои видео и понять для себя нужно ли вообще такое именно вот для тебя нужен ли велосипед за 12 13 тысяч евро именно в твоей ситуации или ты все-таки послушаешь то что самое важное велосипеде есть ты вообще себе позволил уже какой-то на 105 группе на ти агре это ваттметр в принципе и комфорт комфорт и ваттметр тебе должно быть комфортабельно и приятно ездить на велосипед если покупаешь вот только первый свой велосипед первое приоритет это тебе должно нравиться кататься на нем абсолютный приоритет то есть ты должен получать кайф от этого иначе смысла в этом мало никакой ваттметр не поможет если ты не испытываешь кайф от этого есть тебе неудобно если у тебя болит спина шеи и прочее то есть занимайся базовой растяжкой есть и пока себе не можешь позволить велосипед но копишь копи как раз и функциональность тела если ты довольно-таки не спортивный то каждый день йога то есть растяжкой и такие вещи не говорю на своем канале тебе нужно карбоновую раму тебе нужны карбоновые колеса бла-бла-бла тебе нужен там черти знаешь что карбоновая эти на флягодержатели которые весят 9 грамм нет ни разу я такого не говорю я показываю что возможно а ты уже потом можешь выбрать нужно ли это конкретно тебе или нет в консульте можно сделать и вывод что велоспорт вообще чисто для избранных но нет я не об этом говорю как раз я в том числе делаю советы и в комментариях и в личных сообщениях и сейчас то что базовый велосипед это не 10 тысяч евро это не 5 тысяч евро это даже не тысяча есть гораздо ниже бюджетные варианты я просто расставляю приоритеты для тех кто начинает заниматься этим видом спорта либо хочет поднять свой уровень и либо хочет поднять уровень своих компонентов но страсть человека то есть кто-то любит сумки носить на одном плече кривить себе спину и поддерживать убийство животных из которых сделаны эти сумки вот им в прикол чисто не знаю кого-то впечатлять я не знаю кого правда и вот они тратят огромные деньги но есть люди которые интересуются там бегом покупает лучше кроссовки лучше гаджеты там гармин и всякие велоспорт в спорте еще больше можно всего накупить это просто страсть увлечения человека и есть ты можешь себе это позволить здорово если нет подумай что тебе конкретно нужно то есть больше смотри на приоритеты также если исходить из того что я ем можно подумать что веганизм это вообще что-то еще более для избранных чем велоспорт даже то есть 440 евро в месяц это солиднейшая сумма но нет тебе не нужно покупать виноград за 12 евро килограмм на завтрак абсолютно не нужно можно покупать гораздо больше риса гораздо больше бананов гораздо больше картошки гречки других крупа такие вещи овощи тоже не обязательно покупать это как это романеско за 6 евро одна такая головка выбор всегда есть и нужно смотреть по твоей ситуации если кто-то считает что здесь какие-то понты или я кому-то что-то запрещаю например я запрещаю кому-то есть стейки или прочую хрень которая вызывает определенный рак и ты можешь есть все что угодно но делай выводы да я свой вывод сделал почти пять лет назад то есть съешь тот же самый стейк вообще без проблем и попробуй через полтора часа покататься на велосипеде побегать не знаю как ты себя будешь чувствовать и и сравни это с банановым смузи в том же калорийном эквиваленте то есть когда ты себя будешь чувствовать лучше или попробуй не знаю побухать вечером есть жирную соленую пиццу и посмотреть как ты будешь себя чувствовать с утра и тот же самый вечер только допустим с картошечкой грибочками лучком и не знаю там каким соком насыпи он или вообще не принципе запевать ничем не нужно такие вещи как ты себя будешь чувствовать лучше хуже то есть делай выводы рациональные выводы развивайся будь лучше не прекращай поиски лучшей версии самого себя если это имеет смысл для тебя как бы для меня это основная цель помочь людям находить лучшую версию самого себя и одновременно учиться у других как бы я выставляю данные по своей пробежки и люди пишут у тебя пульс там высокий тогда я пишу как бы в ответ что в прошлом году было еще хуже и человек который делал такую оценку говорит ну да как бы прогресс это круто ну я как бы соглашаюсь и и в итоге он говорит что чувак просто бегай больше да и все будет лучше да просто делай это некоторые люди думают вот а что будет если все за один день перейдут на вагонизм что будет с работами что будет с животными и не знаю чувак ты когда идешь в туалет срать и смываешь всю эту херню я не знаю куда ты ты тоже думаешь а вот куда это все уйдет а загрязнение а вычистит ли это может ты будешь держать все это в себе дерьмо серьезно вот эти типа глобальные мысли которые на самом деле все реалистичны этого никогда не произойдет за один день все веганы что но нет переход к веганизму это вообще невозможно потому что я еще не все продумал не все ситуации если я например окажусь один на луне и там будут только инопланетяне то что я буду есть просто делай это ешь свои картошку бананы капусту огурцы помидоры гречку рис и всякое такое просто делай это информация уже вся имеется самая большая ассоциация диетологов в мире признала растительное питание применимым то есть оптимальным я не знаю как это лучше при перевести для всех стадий развития человека люди говорят что нужно обращать внимание вот на то на то на то на то б-12 серьезно больше 30 процентов всего американского населения страдает дефицитом б-12 кто из них сдает тест именно на б-12 до хрен блин это тема вообще там не актуальна то есть нигде эта тема не актуальна потому что люди большинству чисто пофиг вы думаете если вы едите типа все у вас будет все серьезно чувак это если ты питаешься продуктами которые в основном канцерогенные это тебе нужно делать мысли о том что как бы как бы мне это все компенсировать то это дерьмо но вот эта компенсация иногда не работает короче ребята я почти добил пленку одна минута осталась напиши в комментариях почему ты до сих пор выбираешь путь неудачника или наоборот как ты вернула правильный в правильном направлении возможно поможешь другим людям которые до сих пор прозябает в пустых деструктивных непродуктивных мыслях которые жирают не только мое время но и самое главное зрителя которому я вообще-то хотел помочь спасибо за внимание до